С утра и уже на коне. Руслан в седле держится уверенно. Недаром на фестивале по конному спорту для спортсменов с ограниченными возможностями «Золотая осень» жюри присудила ему третье призовое место. В соревнованиях принимали участие около 300 человек. Это соревнования общероссийские, даже из Беларуси были в этом году детишки. Для детей вообще с ограниченными возможностями. Дети разные, аутисты, дети ДЦП страдающие. Ну, все, в принципе, очень хорошие участники, позитивные. Для детей с особыми потребностями лошади – лучшее лекарство. В случае с Русланом такие тренировки помогли сформировать инстинкт самосохранения. А Ольга благодаря ипотерапии перестала бояться пространства. Девушка общается с животными уже на протяжении 15 лет и нчает в них души. Лично для меня, то есть это был как очередной вариант реабилитации, то есть как бы найти такой вид, ну, чтобы можно было как-то физически укрепить, то есть чтобы была польза от физических упражнений. Благодаря лошадям я могу самостоятельно передвигаться. Занятия по ипотерапии проходят неподалеку от парка Степаново. Конный клуб «Кайплян» для детей с инвалидностью. Благодаря финансовой помощи партнеров проводят занятия для детей с инвалидностью бесплатно. Инструктор Ирина Кукушкина рассказывает, занятия приносят ребятам видимую пользу. Они становятся более контактные, они становятся более открытые, ну и сильнее становятся. Первое, что лошадь при движении дает 120 двигательных импульсов, вот просто на шагу. И если ребенок ДЦП, то формируется мышечный каркас. Конечно, это не только лошадь. Мамы занимаются еще кучей специалистов, лошадь как одно из средств реабилитации. Заниматься ипотерапией могут даже дети в возрасте 6 месяцев. Специалисты говорят, что чем раньше начать, тем лучше. Правда, есть сложности с площадкой. И зимой на улице детям заниматься не так комфортно. Но это мелочи по сравнению с той пользой, которую приносит общение с умными и благородными животными.